Знакомиться с литературой, несмотря на отсутствие зрения. Писатель Франциска Циммере после того, как ослепла, поняла, чего лишены незрячие, и решила помочь таким, как она сама. Она начала записывать аудиокниги. Так звучит детективный аудиороман Франциски Циммере «Арсенал». Прослушать его можно в интернете бесплатно. Текст озвучил драматург Ива Бредес, бывший однокурсник Франциски. Она попросила, я и согласился. Много вопросов не было. Для записи понадобилась специальная компьютерная программа. Вот и всё. Записывать, я не сказал бы, это интересно, это очень трудно. Но из-за того, что это трудно, это и интересно. Два года назад, после неудачного лечения онкологического диагноза, Франциска потеряла зрение. А с ним и возможность читать книги. Мы пару раз с дочкой вместе пытались фильмы посмотреть. Но, конечно, когда ты не видишь, это никуда не годится. Став незрячей, писательница с ужасом обнаружила, насколько не приспособлен окружающий мир для таких, как она. У меня нету телефона. Там нужен телефон, который со мной разговаривает. Здесь я его купить не могу. Выработан закон про ассистентов, что этот человек тебя сопровождает. Ну, незрячего. Но ассистент, ему оплачивается только то, что он тебя ведёт с пункта А в пункт Б. А как ты там на месте это всё делаешь, ты же ничего не видишь. И, знаете, до абсурда доходит. Я звоню в эту лапку Айбас Министре, да, я спрашиваю, кто и как мне может помочь. Они мне говорят, записывайте телефон. Ну, подождите, я незрячий человек. Я с того начинаю разговор, когда я им представляюсь. Я незрячая. У меня проблема. Я не могу записать там телефоны, не могу узнать, не могу посмотреть в интернете, да. То же самое и с книгами на русском языке. В интернете они ещё доступны, на латышском нет. Аудиокниги и, скажем так, они всё ещё, даже то, что есть, это за какие-то деньги. Ну, вы знаете, в моём состоянии что-то за деньги брать, я вообще это не могу сделать, да. Это, ну, мне это недоступно. И вообще очень мало что-то наговорено. Франциско продолжает писать свои детективные романы. «Ригас Буча», «Рижский поцелуй» увидел свет в этом году. Писательница надеется перенести в аудиоформат все свои книги.